Решить проблему пьянства в российских селах решили необычным способом – с помощью народного пения. Новый проект «Поющая деревня» уже шагает по стране. В мае запоет Ивановская и Владимирская области. Как будет проходить процесс перевоплощения из пьющей деревни в поющую, попыталась выяснить Любовь Пермякова. Организаторы пилотного проекта «Поющая деревня» – всероссийское хоровое общество, которое было возрождено в 2013 году. В настоящее время эта организация имеет свои филиалы практически во всех регионах страны. Сформирован уникальный коллектив – сводный детский хор России, который в 2014 году выступил на закрытии Олимпиады в Сочи. В детском хоре поет тысячи участников. Проектом «Поющая деревня» организаторы планируют охватить гораздо большее количество людей. Нужен ли такой поющий проект и возможно ли его реализовать в населенных пунктах, мы узнали у сотрудников сельских домов культуры. На сегодняшний день учреждения культуры работают творческие коллективы, там хоры, локальные ансамбли, группы. Но все беда в том, что они и раньше были, и были фольклорные коллективы, они в настоящее время тоже есть. Но беда в том, что и сейчас затратные расфициальные пересматриваются, и редко где у учреждений культуры есть хормейстер. Где-то, может быть, и есть населенные пункты, там, где есть слово поющее, там нет хормейстера. То есть это не просто, это сейчас там, допустим, мы поем, а вы песни учи, поем там на одну партию, в две партии, на три партии разложили. Кто как может. В настоящее время в многих учреждениях культуры у нас в округе нет ни аккомпаниаторов, нет мало общих, но мало общих хормейстеров, которые имеют образование. Конечно, в деревне и села будут направлены хормейстеры из филиалов хорового общества, но только на определенный срок. Кроме проблемы с профессиональными кадрами, есть и другая, житейская проблема. Обязательно нужно специалиста. Так вот просто прийти и петь, это надо уметь и организовать, и уметь научить человека петь. Ну, сколько бы мы ни привлекали, вот у нас есть постоянный состав хора, и он, вот мы никак не можем привлечь еще дополнительно, не идут люди. Боимся, что мы постареем, уйдем, и на этом все закончится. Страшно. Не идут люди. Кстати, раньше в советское время в каждом поселковом клубе, где по выходным крутили кино, устраивали танцы для молодежи, давали концерты художественной самодеятельности, народу было не протолкнуться. Жизнь кипела. От людей на деревне не спрятаться, нет секретов в деревне у нас. Чтобы деревня процветала и дальше, руководитель народного хора Вячеслава и Майи Смирновых Евгения Пушкарева считает, что к народной культуре нужно приучать с детства. Дети, которые были в деревнях, их с колыбелью матери, с песнями матери, они привыкали к русским песням, именно русским, народным, которые были записаны где-то, или которые вообще нигде не были записаны. Сейчас, конечно, наверное, время диктует свои какие-то такие правила, и немножко изменился уклад жизни, что колыбельные уже поют не всем, колыбельные, потешки. Вот, наверное, вот с этого нужно начинать. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».